друзья всем привет с вами санек и продолжение прошлого видоса про постройку половины трактора вот прошлом видосе я там немножко повозмущался про метки да вот ну как выяснилось человек эти метки не ставил на купил разборки и скорее всего рид это разборщики так метят ладно там кресты полуоси зачем долбить зубилом так что извиняюсь за мои возмущения и мужики тысячу кратно извиняюсь за ваши комментарии так что меняю ставлю сальники новые вот ставлю сальники на коробку вскрываю коробку вымываю ее вот чтобы человек просто тупо залил масло сюда сюда и не мучился поменяю к колодке был на был там вообще ушатанные дни у меня они собираются до с мостов но их не выкидываю но есть довольно таки приличного размера сухие не в масле новенькие будем так говорить так что подберем чего-нибудь знак компенсации до морального ущерба хорошего человек не обиделся конечно был слегка обескуражен ну не обиделся ладно много разговариваю в общем трахторок половина трахторка собрано все выставлено осталось вытащить шкив попросил меня вытащить сразу шкив из барабана чтобы он не мучился все здесь выставлено настроена короче кому интересно смотрите видос дальше до конца принципе показал какие изменения в креплениях в крепежах да в отличие от моих я сделал раме рама по размерам копия моя просто копия длина полтора метра ширина 42 сантиметра также под быстрый съем навески все это дело уже сделано до просверлено осталось немножечко обрезка фото швеллеров но обрезки рит я вообще не претендую на обрезки рита ставок себе но разберемся ладно это конечно блин стыдновато стыдновато конечно вот понравилось мне работать мужики со швеллером ну ладно об этом да не скажу сейчас понравилось работать 14 швеллером на нижней раме потому что коробка прячется полностью в раму мужики полностью то есть можно сделать сплошной пол здесь становится тоже все идеально не мешает сапуну вот это не обрезал еще обрежет также все это дело закрывается вот таким образом то есть отсюда и досюда до конца можно сплошной лишь железо положить единственно вот вырезаться под кулису все просто шикардос следующие когда буду делать рамы обязательно из 12 швеллера обязательно буду подкладывать под мост 2 сантиметра чтобы коробка выходила вот на эту вышину у меня она немножко торчит но там сетка и загнул вот как то так все кому интересно смотрите видос кому не интересно в принципе показывать и рассказывать больше нечего рама уезжает заказчику она разборная задняя метр 10 длина передняя 76 длина все это вот так вот собирается и увозится в багажнике легкового автомобиля ну соответственно коробка мост и все остальное все панали металл зацепил стропами взвесил соответственно все это сначала дело оттарил потом чистый вес составляет 79 килограмм так перемирил все швеллера 162 метр шестьдесят два до метр пятьдесят семь метр пятьдесят метр двадцать шесть и восемьдесят восемьдесят мерил по меньшему краю если вдруг обрезать придется так дальше 10 швеллер отрезал нужной длины и распустил на два таких уголка сантиметр ну чё нормалек горяченькая пробу ну вот и уголки и прикручены уголки обязательно притянуты на всю чтобы не крутануло так мост выставлен на одинаковом расстоянии от рамы вот таким образом делаю угольник регулируемый вот так сюда вот так вот сюда все один размер также подугольник здесь звездочка выставлена осталось теперь прихватить чтобы он никуда не провернулся и обварить и дам остыть также прикрученному на месте по крайней мере пока он нельзя будет браться рукой чтобы никуда не крутануло все мост обварен теперь даю остыть прекрасно на весу работать поставил с этой стороны поварил так положил на козлы перевернул на ту сторону ничего не мешается здесь три раза проходил здесь по разу то есть вот эту щель которая здесь была заливал там вообще капец если вырвет только с мясом все остываем не стал дожидаться пока остынет мост перевернул раму благо кран выручает очень удобно выставил коробку на нужную мне не вышину вот между зубами палец не провозит где-то сантиметр зазора в общем так как надо соответственно звезда напротив звезды волны по центру вот так упирается это швеллер и смотрим здесь получается 20 с половиной так же и с этой стороны получается 20 с половиной ну соответственно первичный вал таким же макаром выставляется вот все ровненько все замечательно здесь трубы 100 на 100 в качестве дистанции снизу доска ровненько желательно ровная широкая доска все легло на крышку соответственно все идет параллельно вот он зазор если видно это чтобы звезды не встречались вот так вот собирается трахторок ничего руками держать не надо целиться никуда не надо так дальше давайте покажу как сделаю планку сюда вырезал это вот остаток от швеллера довольно таки мощный вырезал с таким зазором это упер в одну сторону ставится он будет пополам это место для сварки сейчас отмечаю где мне сверлиться очень просто берем просто мажем шприц солидором вот эти пятаки на болтах так вот аккуратненько мажем чтобы отметина была на этом на уголке уголок будет ставится с внутренней стороны рамы снизу точнее потому что здесь будет наложена другая рама и теперь сейчас если получится одной рукой примерно оставляю зазоры плюс-минус между рамами не удобно одной рукой сейчас аккуратно прижать и отпечатать паузу поставлю это сделать с первого раза так все почему пристегнул это чтобы не ну ровненько он отпечатался и не выше просто веду по надувал ком сейчас его стяну все имеется две таких отметины соответственно здесь и сверлим ся сейчас просверлюсь и прикрутим просверлил вот гайки открутил перевод таким вот образом вот здесь вот есть такая выпуклость надо здесь отметить ее и немножко согнуть либо болгарочкой сточить потому что она не дает прижаться буквально чутка также не целится ну так по самому верху вот этой шишки как соли дольчиком может одеваю есть отпечаток вот здесь вот надо либо ударить либо выбрать вот и все прилегает плотненько полностью вот так вот чуть-чуть там выбрать надо сейчас я прикручиваем без гравиров потому что дистанция тоже это имеет какую-то да и чтобы резьбы побольше было без гравиров таким вот нехитрым образом как раз вот резьба выходит на край гайки если поставить ровер то ее там совсем чуть-чуть прикрутил пластины снизу вот эти вот вот они толщиной сантиметр пришлось чуть подрезать потому что чтобы этот край уголка вот тот внутренний они выровнялись все сейчас прихватываю в нескольких местах откручиваю и обвариваю так проварил крепление вот так это выглядит со всех сторон этого более чем достаточно теперь засовываем в раму и стоит прикручиваем все итак крепление сделал коробка прикручена трубу вот спереди убрал это пока стоит цепь накинул отлично все получилось вот сейчас делаю нижнее крепление заморачиваться как со своим не буду там изгаляться взял уголок подходящий зарезал его как мне надо также здесь и вот так вот свою сейчас поставлю выровняю как мне нужно и вот таким образом приварю эта часть будет кроме здесь где-то будет крепиться коробка единственно кусок металла надо будет говорить чтобы попал болт один попадает хорошо а другой там чуть повыше поэтому да хотя бы вот так вот в варюсь и о культуре этот треугольник и все не буду я заморачиваться сделал наскос здесь для чего для того чтобы крепить можно было кроме болтом удобно то есть поставил головку не закрутил принцип в принципе сейчас вот это свариваю пока это будет остывать для удобства говорится монтажа вот и дает опорной планки я эту раму переверну краном зацеплю стропы длинные есть вот так проведу через швеллер или через тот или через тот зацеплюсь подниму и переверну если масло там начнет капать или через сапун или здесь он досточка кину тряпку все равно его сливать оно там такое печально видели за хвостовичок поэтому ничего страшного в этом нет зато очень удобно вот рама отсюда спустится когда уже будет готова и передняя полурама все делаю вот удобном для меня положении соответственно когда планка стоит тоже коробка может двигаться только вверх-вниз до право-лево она уже не сдвигается не сбивается вот это вот центровочка так сказать всю цепь замечательно себя чувствует замок еще не замыкал так накинул вот потому что ее буду сейчас еще снимать давайте сейчас сварю и переверну вот так не сложно перевернул раму чего теперь она своим весом натянула цепочку мы еще сделаем так чтобы она совсем натянула и теперь я думаю уже остыла сейчас вот этот шов единственно зачищу внутри его тут тоже проварим именно вот это который будут зачищать он будет кроме прилегать вот таким вот мужики образом то есть здесь зазор есть сейчас отмечу где мне сверлить так же соли дольчиком вот здесь вода культуре намечу соответственно когда там просверлю на болты одену намечу просверлю вот оно прямое обычное крепление не заморачивался я как у себя делал там загогулина me здесь сделал по простому и здесь сделал по простому все вот этому не мешает никак зазора на 1 сантиметр в общем выставим и прикрутим все погнали дальше все очень просто приварил этот уголок и зачистим правда зачищал на горячую поэтому все посинело ну ничего главное что теперь все гладенько все просверлился отмечал точно так же как и здесь уже показывал вот так это все дело вышло все прикрутил шайбы подложил цепочка натянута крутится все это дело абсолютно легко и свободно вот все отлично то что надо так дальше разметил ей буду отрезать вот эти вещи теперь зацепился за края швеллера ровно метр также с той стороны метр вот этого расстояния вполне буду себе хватит чтобы здесь прикрутить для опорного подшипника крепления вот и под 45 лица в ту сторону в общем снял все перевернуть и не нравится мне тут слишком острый угол в общем сделал его чуть поменьше снизу будет метр до реза отсюда зацепился сделал метр десять настроил переднюю раму прям на ней же подвольник под большой начертил две линии то есть здесь 90 выставил одну часть под магнитный уголок чтобы она ровненько стояла от этой линии отмерил 42 вот тут и там выставил вторую часть и соответственно под два магнитных маленьких выставил третью часть все везде промерил размер соответствует 42 там 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 остается только заварить теперь капитально зазорчики присутствуют но полуавтомат их заливает аж бегом даже вот такие вот зазоры варю миллиметровой проволокой верхняя рама проварена сейчас зачищаю швы сверху и спереди снизу трогать их не буду их не видно по над землей посчитает нужным человек сам зачистит а я просто культур мультур на виду со своей стороны внутри также проварено все это дело осталось теперь ее соединить сверлимся вот как-то так на 30 так ну все отверстия нужные просверлены здесь на 14 здесь раму будут держать десятые болты вся нагрузка будет вот сюда то есть на отрыв там как бы она будет прижиматься это отверстие держат коробку соответственно эти большие на 30 чтобы можно было ставить головку снимать коробку либо отстегивать переднюю полу раму не откручивая коробки это вот специальные такие технологические все рама скручена мужики чтобы было понятно вот эти отверстия для ключа на 17 я сделал с запасом здесь всего 23 но теперь запросто можно не откручивая крепление коробки отстегнуть переднюю полу раму вместе с балкой будет мало ли тоже процессе постройки всегда выявляются какие-то недочеты не недостатки и зачастую приходится все это дело по нескольку раз разбирать все сейчас я переверну для удобства монтажа моста коробки и сделаю еще планку для опорного подшипника так сделал планку для опорного подшипника здесь просверлено насквозь шестнадцатым и в край выставлено первичного вала здесь придется сделать еще распорную втулку так чтобы она прижимала шлицы не давала им съезжать вот сюда прикинул тормозной барабан если точить шкив прикрутил пока на два болта ничего не делал если нужно потом будет засверлиться в нужных местах вот так вот и прикрутить его на лук на шесть болтов никуда он не денется соответственно отцентровав все это юбка это спилится это опять же если делать шкив из тормозного барабана зазоров хватает здесь два сантиметра здесь соответственно вот эти будут вещи спиливаться это же зазорчик где-то примерно около двух сантиметров сантим и 8 миллиметров также и здесь вот то есть будет по центру стоять между этой и этой этим креплением так сказать вот такие вот дела все очень удобно монтировать все это дело на высоте размечать и в перевернутом состоянии коробка скорее всего масло там в ней вообще нет ни одной капли с ним не упала все сейчас убираю козлы переворачиваю ставлю колеса и меня осталось помните менял переднюю балку то которая разворачивала трактор на месте стоя на одном колесе сейчас я прикачу по такому же размеру просто и струбцинами схвачу и посмотрим внешний вид по большому счету что человек заказывал то я и сделал единственно сейчас мы определимся ему позвоню насчет шкива делать или не делать болты пойдут комплектом меняю сейчас сальники передней крышки задней крышки сальник редуктора и сальники полуосей сажаю на герметик все скручиваю до кучи как положено и можно забирать передняя балка это моя помните да я ее делал для того чтобы трактор имел возможность разворота на месте то есть стоя одно колесо задняя стоит и он вот так вот клац и разворачивается в обратную сторону вот подкатил ее опустил раму чисто посмотреть визуально как это все дело будет выглядеть со стороны вот по большому счету все на это можно видос закончить все эти мелкие доработки буду же делать без камеры потому что отвлекаться не хочется все это элементарно просто как точить барабан я тоже показывал точнее шкив из барабана вот заняло построечка вот это вот все до такого состояния без передней балки не спеша три дня вот как то так ладно всем пока с вами был санек кому понравилось понравился видосик оцениваем скоро увидимся